добрый день эта программа мягкая сила и сегодня гость программы гайана растамьян из арцаха у нас связь через вайбер добрый день добрый день спасибо что согласились беседовать на нашей студии и вопрос такой что сейчас какая обстановка сейчас в арцахе насколько это гуманитарная сложная ситуация или это все-таки политическая ситуация сложная ну понятно что гуманитарными а страна эта страна наш противник не брезгует абсолютно никакими средствами ничем не брезгует и не сумев нас сломить иными методами они перешли к тому чтобы морить людей голодом теперь очередное их оружие это то чтобы привести людей голоду но в целом села поставляют продукты так сказать что катастрофическая ситуация нет но ситуация крайне неприятная конечно вынуждающие людей бегать деньги меня в поисках чего-то и так далее и да гайана справа звучат как будто арцах может выжить в составе азербайджана даже этот посоль а америки в армении она себе позволила сказать что америка видит арцах в составе азербайджана мы конечно вчера отправили несколько там где-то 12-13 общественных организаций собрались и короткое письмо практически ноту дали чтобы не посмели значит минуя минскую минский формат выразить какие-то свои соображения дело в том что в своем разговоре посол америки в ереване даже говорит что минский формат существует то есть остается только снова запустить его активировать если так то в каком контексте вдруг она видит арцах в составе азербайджана конечно этого не может быть потому что это вопрос политический и политический вопрос решается в политических форматах они одним послом штатов но все-таки что изменилось что вот последний посол америки в армении она так не высказывалась она по-другому говорила и говорила что нужно политическое решение и вдруг новый посол в армении штатов до выражает очень плохо слышу морям очень плохо слышу я еле различаю что вы говорите но вопрос поняла ваш извините что перебила если можно нормально звук погромче это наверное все-таки связи неудачные поэтому вы плохо у нас слушаете если вы поняли пожалуйста отвечайте честно говоря мне трудно ответить на этот вопрос почему потому что я лично и и беседу не слушала и честно говоря мне не хотелось не хочется вообще ничьи беседы слушать потому что я не слушала я читала 2 это самое 2 интерпретации в одной интерпретации говорилось что она сказала что это дом этих 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 людей в котором они имеют право жить безопасно и со всеми своими правами то есть практически она ничего не сказал зала этим никакой политической точки она не поставила если она сказала это так другой интерпретации она якобы сказала что арцах это в составе азербайджана может быть я такого нет слышала если это первая интерпретация то есть а то что это наш дом а не какая-то территория доставшиеся в кому-то это совпреданная или же кем-то захвачена в 21 веке силой если это наш дом то мы сами будем решать впоследствии судьбу нашего дома когда вопросы между армении и азербайджану трясутся или не впоследствии прямо сейчас мы этот вопрос уже решили это наш дом это не чья-то территория это не территория здесь не насекомые живут как они нас хотят как они нас видят как они нас хотят представить всему миру понятно что однозначно нет вот с обществом которое поражено гангреной расизма это общество больное я еще раз своем интервью много раз говорила это болезнь это общество больное которое может допустить на почве расизма такие чудовищные преступления какие наверное даже эпоха каннибализма доисторические эпохи каннибалические общества не знали понятное дело что пусть подождем пусть это общество дорастет до цивилизации цивильности тогда мы подумаем мы можем с ними жить и меня и мне вообще непонятно что за поставки значит упорно нет вы должны жить чтобы это самое уходит приходит нет вы должны объясните почему когда вы не объясните почему тогда я подумаю и я снова повторяю больное российское общество насквозь думаю что там наверняка есть достойные люди я не хочу оскорблять огульно и так далее думаю что эти люди услышат такое могут и сами оскорбиться и подумать что вот мы их так не считаем они всех нас считают больными расистами больные на всю голову расисты и даже есть достойные люди их там не видно просто они не играют никакой роли роль играют чудовища с искаженным сознанием люди для которых одна только это поглотить всю территорию превратить в империю что мы не можем себя свою жизнь положить свои кости на ваши очередные эти вселенские так сказать иллюзии сны вот такая моя позиция только что я беседовала с беженькой из сумга это и она говорит наш надо напомнить всем правителям армянским чтобы они не забывали никогда что с кем имеют дело когда она рассказывала что творилось и как они поступили с сестрами с отцом с матерью с ее новорожденным сыном как она родила на полу приемной и ни один врач не подошел потом как они этого мальчика новорожденного искалечили то есть после этого всего можете представить то есть идет жизнь в советском союзе ни с того ни сего 26 февраля начинается резня армян сумга эти прокурор реван назвал это геноцидом и почему огромная масса толпа включились в эту резню мгновенно даже долго не думали да это все о чем говорит и притом она часто выделяла говорит вот сосед лесгин хороший человек был сосед талыш сосед то сё да но вот про них уже слова не скажешь как они себя вели и после этого всего сейчас они видят что арцах не поколебим и они решили тотальным тотальной блокадой что ли заставить армянство пойти на следующую уступку что ли уступали как могли уступали баку уступали гандзак нахичеван наш ареал шалмян наш ареал сократился безумно и у нас нам осталось клочок нашей родины они наступают и наступают гайана я недавно видела что этот гейдарович был в гадруте у него говорят очень великие планы связаны с гадрутом да я не знаю честно говоря я его не отслеживаю может быть это даже неправильно у меня нервов не хватает что он там машет своим кулачишками что он там делает понятно что за ним какая за ним стоит силой почему так часто раздавается как пьющий кровь клещ то есть он клещ который пьет сегодня крови он присосался и раздувается и разбивается честно говоря пусть что хочет там себе планирует я не знаю на сегодняшний день до наши потери велики я смотрю на вопрос объективно то есть я смотрю на вопрос со стороны да мы очень мы почти весь свой ареал проживания который был наш они прибыли на нашу территорию они захватили всю нашу территорию начиная с турецких с турцией кончая восточной армении восточной армении так далее да это все мы это все помнили теперь мы сжались до маленького кулака это и меня не удивляет да они сегодня на этой стадии разбухания них гигантский план о каком-то там знают уране ничего еще как может марс они скоро полетят еще оставить я не знаю не интересно я думаю что так мы будем стоять и мы стоим 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 и будем стоять потому что это наш дом это не территории это не какой-то там скажем бесхозные чемодан которые они хотят всячески присвоить себе мы пока тогда они установили тотальную блокаду и понятно что и изнутри пытаются разрушить общество понятно что и будут недовольные будут уставшие но в целом когда мне будет почему общество не бунтует почему не выходит я думаю что природа сама диктует как сегодня общество должно себя вести просто люди как речные камни лежат и это вода течет по попадает нас думаю что да это самое правильное сегодня это надо беречь силы и восстанавливаться после тех страшных потерь которые нам нанесли я не знаю мне бы стыдно было за такую победу я говорю о моральной стороне наверное стоит говорить или нет они пока упиваются своей победой пусть упиваются мне бы было стыдно за такую победу когда ты 100 человек накинулись на 1 и так сегодня себя празднуетесь образнувзданно по всему миру машете кулаками всем грозите не знаю наверное этому когда-то придет конец я так думаю или же придет конец миру я сказала очень такую вещь которую хочу повторить и буду повторять все время карабах это лакмусовая бумага карабах был лакмусовой бумагой советского союза если бы советский союз сумел правильно разрулить этот вопрос он бы не развалился советский союз не сумел развалился сегодня карабах лакмусовая бумага всего мира пусть весь мир те же самые эти послы и руководители которые утром встают и гигантскими деньгами ворочают какими-то огонными делами все это пшик все это проходит это река времени она все унесет сегодня решается судьба мира здесь степанокерти подумайте об этом не сумеете разрулить это не так что вы просто нас отсюда вытащите или еще убьете нас сервис и этим вопрос закончится в пятнадцатом году вы допустили геноцид и получили то что получили тридцать девятый сорок пятый и получили то что получили в первую мировую войну зло которое побеждает она будет стремиться править мира подумайте об этом я думаю так и это конечно не такие мою самомнение очень высокая очень часто на чувствует на чувствах это говорю на где-то на пятом и на интуиции это говорю я просто абсолютно уверена сумеют разрулить правильно поставить на место выскочек значит мир утрясется и пойдет дальше вперед по пути прогресса не сумею мир вернется в пути не зла и не только сумгай зачем вы говорите о сумгайте даже не смешно то что они творили в марахе взять человека живого пилой развязать пополам я не знаю вы снимаете фильм ужасов чтобы адреналин себе поднять там сидеть это всю сумму вы подумайте каким должно быть больным общество чтобы взять живого человека просто человека него и настоящего перед тобой взять и разрезать пилой пополам или же поймать беженцы и сумга это в шише выкалывать старика выколоть ему глаза и поток принести в жертву а это сукаменный век или что я не знаю или преисподняя вы вы сегодня преисподняя идите разбирайтесь с собою посмотрите что вы за общество взять принести на площади в жертву да это даже не смешно этого про дедушка джоника да да наверное европейцам стоит смотреть все на это все спокойно я думаю прекрасно обо всем знают а вот так ну клочок земле или там территория или типа а вообще-то мир это не территория мир это метафизика мир это к вам мир квантовый запомните это это не то что какая-то крохотная территория там никак не может тип проглотить и закончить совсем этим сегодня все отмеряется здесь как-то так гайне с юридической точки зрения все-таки республика арцах состоялась а состоялась и де юре де факту и 20 году была агрессия против республики арцах это да по конвенции он и даже лига нации республика арцах была должна была быть защищена как непризнанное государство сегодня вот этот фашистское государство разрушила территориальную целостность республики арцах оккупировал территории основную часть территории республики арцах там карвачар кашатах джиракан гадрут шуши и сейчас там делает реконструкции строит перестраивает церкви где-то разрушает и мы все еще не подали в суд что он на это никакое право не имеет по крайней мере в суд как не подали по правам человека призвал не трогать эти церкви но они всему миру демонстрируют сегодня он даже извините а вас перебью сегодня даже себе позволил пройтись по совету безопасности он он уже видите куда метит он же властелин мира всея себя видит и вы знаете мне их жалко честно вот просто не знаю люди которые ничего не могут создать он даже маски тебе не может помечить не может себе построить он чужую церковь переделывать мечеть что-то что сказать о таком такая традиция никого родится это это просто жал жалкие они они просто жалкие если ты приходишь куда ты тебе есть а знаете что если бы они пришли сюда и был бы нам что дать я бы еще подумала и ничего этому миру дать кроме агрессии злобы ненависти и чудовищных поступков и думаю что это их толкает на дальнейшую агрессию и я все время у меня перед глазами этот фильм апокалипсис последний его сцена когда после тех чудовищных поступков против его племени этот воин стоит и видит как к берегу причаливают конкистадоры то есть еще неизвестной истории и природа куда дальше нас всех поведет так что пусть что хочет делает пока потому что ничего другого от них ждать нельзя но мы в суд подали мы подали что мы видим что абсолютно миропорядок абсолютно нет а подготовлен к разруливанию подобных ситуаций человеческое сообщество сегодня с не только просто миропорядок не просто он еще кто-то человеческое сообщество сегодня переживает очень глубокий кризис очень глубокий кризис то есть вы могли так хорошо разорить сирию прийти уничтожить ирак и сегодня не можете какому-то там никчемному абсолютно никчемному обществу сказать чтобы они себя вообще взяли в руки значит что-то тут не так я вот так все вижу ганы арсах живет до дети рождаются все создаются мы это все видим даромить ну к сожалению сегодня меня очень беспокоит что беспокоит что наши дети теряют время не получают должного образования не имеют доступа конечно их расчеты на это очень тяжело со всеми этими вопросами с решением конечно интернет и открытый мир позволит тем кто желать но в целом наша система это к такому не готова и в плане образования нашего мы имеем дальнейшего продолжения развития общества образование играть ключевую роль но я думаю что мы это тоже переживем переболеем гана я так вижу что народ сплоченный верно в основном да и все что происходит это все вполне естественного люди а некоторые переживают а из минастиас это все естественные процессы то есть есть люди которые чьи-то прокси есть люди которые чем кем-то куплен есть люди которые душевно принадлежат чужой империи это все естественные процесса в целом общество здоровое нормально реагирует и правильно реагирует на все эти процессы я бы хотела чтобы от имени арцаха вот некое обращение что ли к армянству к спирку чтобы они более активно смогли призывать призывать своих властей действовать и не давать чтобы этот фашизм проглотил арцах последом армянным республику армения да я думаю что конечно очень болезненно что с течением время это естественный процесс что в течение времени все диаспорт потихонечку как бы машу на и на ней становятся частями того общества где живут и так далее по большому счету ну ладно пойдем где-нибудь помашем 10 человек флажками это конечно не играет роли и так далее я думаю что да если люди которые когда-то уехали по каким-то причинам состоялись там и для них есть понятие первичная родина для них есть какие-то такие категории существуют то им надо создавать какие-то лоббистские реальные организации и стараться реально влиять на те правительства на те государства в которых они живут для помощи я вообще от слова помощь честно мне дурно становится не нужны нам какие копейки крохи какие-то да да такси что-то не нужно всего этого нам нужно чтобы эти люди реально составляли из сильных здоровых мышлением людей какие-то лоббистские такие организации или общество ли течениями которые смогут влиять на политику на введение их государств на ситуацию которые могли бы доносить их государства потому что очень часто мы тут хромая в мире просто не знают правду что здесь творится не представляет что это такое азербайджан хотя я часто часто захожу в твиттер я вижу что совершенно другие нации просто пишут что это фашистский какой-то очаг это тлеющий фашистский очаг ждите их у себя вот так нужно чтобы это доносилось этим государством потому что миру нужно равновесие а мы держим сегодня на своих маленьких плечах держим это равновесие не так что вы там сидите и завтра вы сыты и там защищены в какой-то степени завтра это может постучаться к вам домой конечно да на может быть на этом завершим нашу беседу спасибо вам спасибо за ваш настрой тоже спасибо за вашу воля посмотрим как будто развиваться ситуация и я думаю армянство будет держать пульс и будет соответственно реагировать я думаю турку можно только учить палкой по крайней мере моде так всегда говорил дружить с турком на палку держи в руках тоже все время я думаю палкой и придется ему к чему-то учить иначе никак нельзя вам тоже спасибо что держите внимание на нас мы не держим внимание мы вас любим мы все время про вас и говорим мы ежедневно бежим прямо в соцсети посмотреть не дай бог чтобы что-нибудь не случилось здесь обсуждаем как мы должны держать арцах маленьких кругах не все ясно естественно мы одно тело нас дробили на части да и и они начали дробить не сейчас они восточную армению стали дробить в 1918 году когда на нашу голову эту это государство создали кстати столица была гандзак гянджа потом они зарезали армянство в баку и и сделали себе баку столицей своего же нового созданного государства и взяли огромную кусок гардман утик арцах нахичеван взяли начали дробить и дробить и до сих пор они стараются нас дробить на части но мы одно тело одно тело и мы должны сопротивляться удержаться и мы должны спасать и арцах и армению потому что без арцаха армения не сможет существовать это аксиома и тот кто не понимает это его проблемы мы это понимаем и мы должны держаться друг за друга держаться до последней капли крови держаться до последнего боя вот это мое мнение гайана добро победит это неизбежно спасибо вам гайана и и вам хорошего дня до свидания до свидания до свидания